Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Сегодня с вами Александр Рязанц. В сегодняшнем уроке я хотел бы вам рассказать о ферзовом габбите и его разновидности корсбатской структуры. Сегодня я не хотел бы вам показывать длинных вариантов, я хотел бы остановиться на двух вещах. Первое, как не надо играть черными и стратегические приемы игры за белых. И наоборот, стратегические ошибки белых и планы игры за черных. Выставляем основную позицию, она может получаться с помощью разных порядков ходов. Например, d4, d5, c4, e6, конь c3, конь f6, cd, ed, слон g5, слон e7, e3, c6, слон d3, 2,0, ферзь c2, конь bd7, конь f3, ладья e8, 2,0, конь f8. Здесь перед нами стоит основная позиция. Начнем изучение мы с 11-го хода белых h3. Это одно из основных и актуальных продолжений на сегодняшний день. Целью его является пока ограничить слона c8, не дать ему выйти на g4. В дальнейшем белые спекулируют на двух планах. Либо атака пешеного меньшинства посредством ладья b1, b4, b5, либо игрой по центру, конь e5. Одна из основных проблем в этой системе за черных это плохое положение слона c8. В дальнейшем в этой партии черные будут пытаться разменять его, использовать типичный прием. Это пойти конь e6, g6, перевести коня на g7, после этого вывести слона на f5. Это является одной из типичнейших идей кроссбатского варианта. g6, слона h6. Интересное продолжение, цель которого заранее увести слона g5 из-под нападения черного коня, конь e6. В этой партии черные пошли слон d6. В случае же хода конь e6 идея белых довольно типична для этого варианта. Белые играют конь e5 и на ход конь g7 делают сильный ход g4, ограничивающая подвижность слона c8, не давая ему пойти на f5. В дальнейшем план белых просто. Они могут с помощью f2, f4 начать атаку на черного короля. Как мы видим, здесь черным не так просто развернуться. Сегодняшняя практика показывает, что черные не решают всех проблем в этой позиции. Поэтому партии черные сделали 12-й ход слон d6. Теперь белые переходят ко второму плану. Это атаки пешечного меньшинства. Играют ладья a b1. Идея белых проста. Пойти b4, b5, создать слабость на поле c6 и потом нападать на нее с помощью тяжелых фигур. Ладья fc1, ввести коня, либо на a4, перевести его на c5. Черные играют конь e6, b4, a6. Полезный ход, так как в случае, если черные проигнорируют ход a6 и белые пойдут b5. Например, конь g7, b5, конь f5, bc. Важный промежуток, так как взятие а на a6 черных не может устроить из-за cb. Они несут материальные потери. Черные обязаны бить bc. Здесь следует очень интересный сильный ход слона f4. Мы можем наблюдать, что кроме слабости пешки c6, у черных также осталась слабая пешка на a7, которая в будущем станет объектом атаки. Поэтому черным благоразумнее сыграть a6. Владяев e1. Очень важный ход. Это профилактика. Заранее белые подготавливаются к ходу конь g7. Основная идея на конь g7, как и было в партии, пойти слон g5. Белые подготавливают продвижение e4. Черные вынуждены отступить слоном на e7. Так как размен слонов их уже не может устроить, слон f5 явился выгрубой ошибкой из-за слона f5, конь f5, e4. И благодаря связке слона g5 позиция черных немедленно разваливается. Поэтому в партии последовал ход слон e7. a4. Белые продолжают наступление на ферзовом фланге. Слон f5. Наконец-то черные реализовали свою главную цель размена слонов. Слон бьет f5, конь бьет f5, b5. Аb, аb. Перед нами сложилась структура, в которой черные разменяли своего белопольного слона белые же успели за это время провести атаку пешечного меньшинства и создать слабость пешки c6. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что лучшее поле для коня черных это поле d6, откуда он может попасть на важное поле c4, и e4 держит под контролем поля. А белый, в свою очередь, обычно переводит коня на d3, откуда он также может в любой удобный момент прыгнуть либо на e5 и оказывает давление на поле c5, не дает черным провести c5. Далее в партии было конь d7. Черные стремятся к разменам, чтобы облегчить защиту. bc, bc. Слоны в 4. Белый не торопится с разменом, заставляя черных потратить еще один темп. Слон d6. Конь e2. Полезный ход для выигрыша времени. К тому же попутно висит пешка c6. Ладья c8. Ладья e c1. Игра развивается логично. Слон бьет f4. Конь бьет f4. Конь d6. Перед нами, на первый взгляд, почти равная позиция. Но если мы внимательно приглядимся к ней, то у черных осталась пешка c6, которая является главной их проблемой. Для черных идеально было бы провести c5, после чего защитить пешку d5. Позиция бы, скорее всего, подравнялась. Они могли бы уверенно смотреть в будущее. Но провести c5 не так-то просто, поскольку белые контролируют поле d5 конем f4 и в дальнейшем переводят коня на d3, не давая пойти c5. Конь d2. Здесь еще есть один важный момент. Я считаю, что при наличии всех четырех коней защита черных является очень непростой. То есть мы делаем отсюда вывод, что в данной структуре размен одной пары коней в пользу защищающей стороны, то есть черной. Так как очень много черных образовалось, кроме слабости поля c6, есть также слабость поля c5, есть поле e5 неприятное, откуда белые смогут нападать на пешку c6. Черным, естественно, будет проще защищаться в случае размены одной пары коней. И, соответственно, белым, наоборот, надо стремиться в этой позиции оставить как можно больше фигур, создавая атакующие угрозы на поле c6. Также в дальнейшем возможно создание второй слабости на королевском фланге путем h4, h5. Давайте посмотрим, как развивалась партия. Черные пошли конь b6. Логичное продолжение. Ферд c5. Довольно конкретный ход, так как после хода конь d3, конь c4, черные добивались поставленной цели. После размена одной пары коней их защита упрощалась. Поэтому партии белые пошли в ферд c5. И здесь черные допустили грубую ошибку. Им следовало продолжить, несмотря на то, несмотря на то, что белые заводят ладью на b7, им следовало продолжить свою линию, размена коней. Вот который вариант мог примерно получиться. Конь bc4, конь c4, конь c4, ладья b7. Белые вторглись на седьмую. Ферд c5. Черным выгодно как можно больше поменять фигуры. В связи с этим их защита будет черным выгодно поменять как можно больше фигур, чтобы облегчить себе защиту. В случае ферзь f6, ладья a1, ладья a8, ладья a7, их положение могло стать критическим. Так как постоянно появляются угрозы ладья c7. Поэтому ферзь a5, ферзь бьет a5, конь бьет a5, ладья a7, конь c4 и очень важный позиционный ход, типичный для всех хэншпилей, g4. Белые фиксируют неприятельские пешки h7, g6, не давая поставить пешку на h5, что в будущем может привести к еще одному размену пешек. И в дальнейшем будут угрожать захватить пространство путем g5, переводом коня на d3. Но все же это было лучше для черных продолжения. Здесь перевес белых носит длительный, но нерешающий характер. В партии черные решили не менять одну пару коней, а пойти конь b5 27-м ходом, сохранить побольше фигур, что является для них неудачным решением. Далее белые спокойно пошли ладья a1, захватили линию, конь d7, ферзь b4, ферзь b6, ладья a b1 связываем, ладья b8, конь f3, ладья b7, конь d3. Здесь следует серия маневров. Белые пытаются сочетать угрозу конь e5 и давление по линии c, f6. Черные защищаются от угрозы, но как у любого хода есть плюсы и минусы. Плюс, конечно, что черные взяли под контроль поле e5, а минусом явным является то, что король черных теперь чувствует себя не очень уютно. Пешка g6 стала ослабленной, чем белые вскоре и воспользуются. Ладья b2, полезный подготовительный ход, конь b8. Мы видим, что у черных нет особой контуры игры, поэтому они стоят на месте. Ферзь d2, ферзь d8, ладья a1, ладья e7, ферзь c2, ладья a7, ладья c1, ладья a3, ладья b3, предлагая размен активной ладьи соперника, ладья ea7. Теперь белые максимально усилившись на ферзь на фланге находят вторую слабость, это слабость пешки g6, и переходят к атаке на короля. Конь f4, король f7, защищаясь от возможных при случае жертв на поле g6, h4. Сильный ход, который показывает слабость пешки g6. Если сейчас мы посмотрим и разделим доску на две половины, то мы увидим, что король черных является почти беззащитным. Его атакуют два коня и ферзь c2, который смотрит на поле g6. После h5 позиция черных станет критической. Далее последовало ладья a2, ферзь b1. Ладья a1 черным не помогает, так как после ферза 1 ладья a1, ладья a1. Две ладьи явно сильнее черного ферзя и позиция черных совершенно безнадежна. В партии они пошли король g8 и после h5 g5 конь e6 ферзь e8 белые нанесли симпатичный но несложный удар конь c7 приводящий к материальным потерям черным. Далее было ферзь d7 конь b5 cb ладья b5 и вскоре белые победили. В этой партии мы могли наблюдать как белые поэтапно провели атаку пешного меньшинства сочетая ее с профилактикой. Особое внимание следует уделить на ход ладья a1 который являлся важной подготовительной частью всего плана. Тут мы разобрали в этой партии типичные приемы игры белых. В следующей же партии я хотел бы вам показать как не надо играть белыми и типичные ошибки. Здесь белыми играл международный гроссмейстер Беликов черными играл я. Партия играла в 2007 году на командном чемпионате России среди субъект. Белые начали ходом d4 конь f6 конь f3 e6 c4 d5 cd не самый точный порядок ходов как позволяет черным в начале дебюта вывести слона на активную позицию c5 разумнее является ход конь c3 cd ed слон g5 c6 конь c3 слон e7 ферд c2 белые препятствуют выхода слона на поле f5 если бы белые сыграли e3 то после слона f5 черные не испытывали никаких затруднений после же ферд c2 g6 сильный ход в случае же 2 0 e3 конь bd7 слон d3 белые получали удобную корзбатскую структуру в которой имели бы шансы побороться за перевес после же позиция уравнивается так как черные избавились от плохой фигуры слона c8 2 0 2 0 ладья a b1 где-то в этот момент белые предложили ничью считая свою позицию совершенно безопасной в принципе так оно и есть но я решил продолжить играть черными так как считал что некоторые аккуратные моменты белым все же следует продемонстрировать a5 плановый ход a5 чтобы не допустить атаку пешеного меньшинства на ферзовом фланге a3 ладья e8 на мой взгляд преждевременно пока было играть a4 так как у белых появлялась возможность подрыва ферзового фланга путем b3 a b ладья бит b3 поэтому черные пока не спешили ладья b8 ладья fc1 сомнительный ход белые не чувствуют опасности на мой взгляд с белым следовало отступить ферзем с d3 на c2 чтобы сочетать две идеи первая не дать зафиксировать свой ферзовый фланг ходом a4 вторая идея не дать пойти конь e4 так как после слон бьет e7 ферзь бьет e7 конь бьет e4 de конь d2 изменение данной структуры мне кажется все же больше в пользу белых поэтому на ход ферзь c2 сделать так же плановый ход конь b6 с примерно равной позиции белые пошли в партии ладья fc1 a4 сильный ход фиксирующий положение на ферзевом фланге h3 конь e4 слон бьет e7 ферзь бьет e7 здесь мы можем наблюдать что из-за того что белые не отступили ферзем на c2 а у них нету взятия на e4 из-за вилки после de будет висеть конь f3 ферзь d1 ком bc3 ладья bc3 теперь в этой структуре лучшее поле для коня черных является поле d6 отсюда он полностью пресекает всю контроигру белых на ферзовом фланге контролирует все поля на поле e4 c4 и с помощью этого черные могут начать наступление на королевском фланге первый план у нас здесь перевести коня на d6 что черные начинают выполнять конь b6 идея конь c4 конь d6 белый этому препятствует конь d2 конь c8 сильный маневр после которого конь переходит на d6 ладья bc1 конь d6 белые продолжают выжидательную тактику ладья 3 c2 король g7 спешить некуда в таких позициях надо максимально усилить положение своих фигур и лишь в дальнейшем переходить в наступление ферзь e2 h5 план черных довольно прост зафиксировать белую структуру путем h4 g5 f6 и в дальнейшем подготовить атаку на королевском фланге возможно перевести ладью на g8 короля на f7 и g4 ферзь d3 g5 ферзь e2 ничего за белых лучшего предложить тяжело белые пытаются как-то просочиться ферзем на королевский фланг черных h4 ладья e1 ферзь e6 ферзь h5 мешая черному организовать прямую атаку на белого короля f6 ферзь g4 предлагая размен позиция черных настолько хороша что черные вправе перейти в эндшпиль где будут сохранять длительную инициативу король g6 ферзь бьет e6 ладья бьет e6 король f1 ладья a6 еще один сильный и типичный манер черные переводят ладью на b6 откуда она будет сковывать белую ладью c2 и весь ферзевый фланг король e2 f5 король d3 ладья b6 f3 король h5 максимально усиливая свое положение черные при случае готовят прорывы либо f4 либо g4 ладья e2 теперь черные немного выжидают ладья e7 ладья f2 ладья e8 ладья e2 ладья b5 важный ход бойцы черных довольно стабильно лучше проблема у белых в том что у них нет полезных ходов любое их следующее действие будет ухудшать ихнюю позицию что и получилось в партии белые пошли ладья e1 упорнее было все же пойти ладья f2 после ладья e1 f4 e4 черные провели еще один сильный маневр конь f5 конь с решающим эффектом вторгается на e3 белые пошли ладья b1 ища контроигру конь e3 ладья c5 но после ладья bc5 dc ладья d8 позиция белых стала критическая еще последовала e5 король g6 черный спокойно переводит короля b3 ладья a8 ba ладья b4 ладья b7 ладья b3 конь b3 конь c4 король d4 король f5 ладья f7 шах король e6 ладья f6 король e7 и после отступления конь c1 конь e3 ввиду угрозы конь c2 мат от которой нет удовлетворительной защиты а в случае ладья bc6 конь c2 шах король d5 конь b4 белые теряют ладью белые сдались в этой партии мы могли наблюдать как довольно беспечной игрой белых и топтанием на месте белые вначале дали черным разменять слона c8 в дальнейшем допустили зажим ферзового фланга путем a5 a4 дали черным беспрепятственно перевести коня d6 после чего веншпиль не смогли удержать неприятную позицию здесь в этой партии следует учитывать что если вы оказались на стороне белых то ни в коем случае не следует допускать фиксации ферзового фланга путем a4 также полезно увести ферзя с d3 на поле c2 чтобы не попасть под конь e4 и иметь возможность после кони e4 и размена чернопольных слонов пробить на e4 и в случае если черные зафиксировали фланг перевели коня на d6 пассивная оборона скорее всего приведет белых катастрофе поэтому в любом случае надо было бы искать контрыгру может быть путем f3 e4 но не стоять на месте не стоять в любом случае Продолжение следует...